Здравствуйте, уважаемый профессорский преподавательский состав, коллеги. Разрешите представить вам доклад на тему хирургии катаракты пациентов с кератоконусом. По мнению ряда авторов, пациенты с катарактой и кератоконусом представляют собой уникальную проблему офтальмологов, которым необходимо адаптировать конкретное лечение для каждого случая индивидуально, то есть которое обычно включает в себя разные виды этапов, среди которых креслинкинг, фэкс-имплантации ООЛ, использование гибридных, жестких контактных, линсклеральных, также роговичных сегментов и проведение трансплантации роговицы. Но на данный момент в нашей стране нет единого алгоритма последовательности данных процедур. И доктор Жараде из Бирута, он представил алгоритм для лечения пациентов с кератоконусом и катарактом в 2008 году в своей диссертации, и мы можем здесь рассмотреть, то есть при поступлении пациента с кератоконусом и катарактом, у которых визус хороший, то есть когда ося астигматизма, она приравняется к оси топографии, то есть данные пациенты мы предлагаем проведение хирургии катаракты с имплантацией атерической линзы. Если пациент с хорошей астротой зрения, но у него ося астигматизма не совпадает с осью топографии, то данному пациенту мы должны предложить хирургию катаракты с монофокальной линзой. Либо, если есть необходимость, нужно будет рассмотреть минимальную толщину роговицы, а потом уже решать вопрос о имплантации атерической линзы. Если пациент поступает с низкой астротой зрения, то нужно имплантировать, то есть нужно рассматривать проведение кросс-линкинга, либо уже этапы проведения роговичных сегментов имплантации, а потом уже рассматривать вопрос о хирургии. И третье — это при поступлении пациента уже с прогрессирующей эктазией, то есть таким пациентам нужно сперва провести СКП, а в дальнейшем уже рассматривать хирургию катаракты. За 2013 год в работе у Першина и Гурмезова было выполнено 2860 операций по поводу катаракты, и только из них только у пятерых сочетались с прогрессирующим кератоконом, что составило менее 0,2%. А у нас за 2021 год в казни глазных болезней было выполнено 5000 операций, по поводу катаракты у девятерых пациентов сопутствовал кератоконус, и тем самым составило 0,18%. Данная работа обрабатывается, и есть данные за 2022-2023 год, но находятся в обработке. Цель нашего исследования — это провести анализ данных пациентов с кератоконусом в сочетании с хирургией катаракты, проведённой на базе глазных болезней за 2021-2022 год. В эти годы было проведено исследование данных 11 пациентов, то есть 13 глаз с кератоконусом после хирургии катаракты в возрасте от 52 до 59 лет. Среди них двое мужчин, 8 женщин и двое детей, 3 и 7 лет. Всем пациентам было проведено стандартное офтологическое исследование, визометрия, биомикроскопия, ВГД, эхография, кератометрия, расчёт ИОЛ и также дополнительное исследование Пентакам. Период предоперационного наблюдения составил от 1 до 1 года. Наши результаты. Здесь всем взрослым приведена таблица сопутствующих заболеваний наших пациентов. То есть здесь помимо кератоконуса были и другие заболевания. Всем взрослым была проведена операция ФЭК с имплантацией УОЛ. У 7 пациентов с неполной катарактой, у 3 с полной осложнённой. Детям была проведена ФЭК с операцией катарактой с имплантацией УОЛ. 27% пациентов имелись 3 фокта, 9% — центральное помутнение роговицы и 36% — кольцо флейшера. На данной таблице представлена топография роговицы на Пентакам у одного из нашего пациента. Здесь представлена таблица кератоконационных показателей наших пациентов. То есть если мы рассматриваем минимальную толщину роговицы, то в среднем он составил из 13 глаз — 369. Но наши хирурги минимально взяли пациента с минимальной толщиной роговицы 294, а максимально составило 503. Проводили операцию фокульсификации катаракта 3 хирурга. И здесь у каждого хирурга свои индивидуальные параметры проводимые фокульсификации катаракта. То есть на данной таблице можно увидеть у каждого 3 хирурга индивидуальные показатели и ультразвука, и ВГД, вакуума и аспирации. Тем самым хотелось бы сказать, что в отсутствии единых подходов к последовательности хирургических мешать, такие как кросслинкинг, ФЭК с имплантацией УОЛ, трансплантацией роговицы, каждый случай должен рассматриваться индивидуально. И необходимо в идеале динамическое наблюдение пациента с кератоконусом не менее 2 лет до планированной хирургии катаракты для решения вопроса о целесообразности проведения кросслинкинг в дооперационном периоде. Также нужно решить вопрос о выборе модели УОЛ. Если требуется, если есть необходимость и нет противопоказаний, то желательно имплантировать теторическую УОЛ. И хирургия катаракты детей с кератоконусом является одним из этапов в комплексном подходе реабилитации, и требует дальнейшего динамического наблюдения с коррекцией имеющих рефракционных нарушений в борьбе с амблиопией. Также хотелось бы добавить то, что данная работа до сих пор в обработке, и мы планируем также в нашей стране построить маршрутизацию данных пациентов, так как это является очень актуальной проблемой. Тем самым к нам обычно поступают пациенты, не зная то, что у них имеется кератоконус во время госпитализации. То есть придя с катарактой, они только в возрасте 40-50 лет обнаружат у себя кератоконус, и здесь уже стоит вопрос, то есть брать его на операцию или нет, так как риски очень высокие. Спасибо за внимание.